Физкульт привет всем, друзья! Подсоединяемся, давайте поговорим на очередные темы, интересующие вас. Пишите ваши вопросы, пообщаемся в рубрике «Вопрос-ответ» как всегда в прямом эфире в Instagram. А позже вы увидите это и любые другие видео из прямого эфира на моем канале YouTube Heavy Metal Gym. Пишите интересующие вас вопросы, и мы будем их потихонечку, по возможности подробно рассматривать и отвечать. Кому интересно и часто задают вопрос по поводу, можно ли принимать фрукты сразу после тренинга. А вы знаете, я советую и настоятельно рекомендую принимать фрукты именно только после того, как вы потренировались. Я уже не раз объяснял, почему это происходит, для чего. Ну, во-первых, конечно, для, и самое главное, того, чтобы выбрасывать инсулин в кровь. Подобным приемом мы с вами умудряемся делать так, чтобы инсулин посылал все питательные вещества именно к мышечным клеткам. Но ни в коем случае не к жировым. А вы знаете, что инсулин – это транспортный гормон, несмотря на то, что это самый сильный анаболический гормон. Так вот, у многих вызывает вопрос, как же так? Ведь фрукты – это фруктоза, банан – это фруктоза. Как же можно принимать ее сразу после тренинга? И большинство людей, наверняка, задавая этот вопрос, не знают, что фруктоза, когда все ресурсы гликогенов в печени, в мышцах исчерпаны, а это происходит когда? Как раз-таки по окончании силового тренинга. Действует точно так же, как глюкоза. Но напоминают только, когда все ресурсы гликогена в организме исчерпаны. Во все другое время, особенно когда ваши депо заполнены гликогеном и в печени, и в мышцах, фруктоза будет превращаться в жир. Будет преимущественно откладываться в висцериальный жир, обрастать жиром внутренние органы. Вот почему они так опасны. Вот почему опасны есть фрукты, особенно по утрам. Друзья, прислушивайтесь, не прислушивайтесь, это ваше право. Я даю вам информацию. И не забывайте, что лучшее время для приема быстрых углеводов, для приема фруктов, это сразу после тренинга. Когда фрукты есть нельзя категорически, вообще никогда. Да, это рано утром, ну то есть первый прием пищи и, естественно, последний прием пищи. И упаси вас Бог съесть это на ночь. Ну что, перейдем к вашим вопросам. Егор, вы говорите, что творог не рекомендуете из-за высокого инсулинового индекса на похудении. Но разве не важен сам факт дефицита калорий? Друзья, это такой обширный вопрос. Естественно, самое главное, это дефицит калорий. Но, смотрите, если только считать калории, то может вам показаться, что вы будете, к примеру, не добирать. Но многие люди все равно при этом жиреют. Почему? А как раз-таки это относится и к тому, что я говорил чуть выше. Потому что не так важен калораж, если вы не следите за тем, что вы кушаете. Ну вот посмотрите, такой простой пример. Есть определенное количество калорий, для каждого оно индивидуально. И пусть вы будете есть ровно такое количество калорий, при котором, когда вы нормально питаетесь, нормальной едой я имею в виду, вы не полнеете. Но замените всю эту еду на булочки, на йогурты, на сахар, на соки. Но при этом не перебирайте с калориями. Во что превратится ваше тело? Я думаю, объяснять не нужно. Поэтому, друзья, конечно, калораж очень важен. Если вы перебираете сильно с калориями, то вы не будете в любом случае избавляться от жировых накоплений. Но если вы не следите за тем, что вы кушаете, когда вы кушаете, то сам по себе подсчет калорий тоже не важен. Потому что, если не относиться к еде через призму инсулина, то даже если есть меньше, вы все равно будете жиреть. Будут худеть ваши мышцы. Организм будет избавляться от мышц, как от ненужного баланса. Понимаете? Ведь мышцы – это в режиме дефицита калорий то, от чего организм избавляется в первую очередь. Потому что мышцы легче всего избавиться с точки зрения сохранения здоровья. Организм в первую очередь на низком калораже избавляется от мышц. Если вы не умеете регулировать этот процесс, силовой тренинг – вот почему инструктора, фитнес-тренера, дебилы, которые советуют вам для похудения делать кардио, классическое кардио, и при этом мало получать калорий. Вы убиваете кучу зайцев, но не в свою сторону. Вы и теряете вес, но теряете его за счет мышечной массы. А чем больше мышц, вы знаете, мышцы сами по себе требуют питания даже в режиме отдыха, когда вы ничего не делаете. Поэтому говорят, что чем больше у вас мышечная масса, тем меньше у вас жира. И наоборот. И ни в коем случае не смотрите на похудение только с точки зрения подсчета калорий. Это неправильно. В первую очередь разберитесь с тем, что вы едите, как вы едите, когда вы едите. Более подробно обо всем об этом есть в моих статьях о питании на сайте hmgym.ru. Следующий вопрос. Егор, как относитесь к тренировке по протоколу Табата? Друзья, постоянно задается этот вопрос, я постоянно на него отвечаю везде. Смотрите, отвечу более развернуто. Любая тренировочная программа, которая подразумевает под собой выполнение упражнения за упражнением, подход за подходом, без отдыха минимум в 20-30 секунд, является убийственной для вашего здоровья. Ни в коем случае никогда так не тренируйтесь. Именно поэтому даже суперсеты я делаю не в обычном классическом режиме. А сделаю, к примеру, подход на бицепс, отдохну минимум 30 секунд и делаю подход на трицепс. Либо делаю спину с грудью, смотря что тренирую. Ни в коем случае никогда не тренируйтесь под таким протоколом. Особенно никогда не занимайтесь кроссфитом. Можете тренироваться в кроссфитовском режиме, но именно делая 20-30 секундные промежутки отдыха между каждым подходом. Напоминаю, не упражнения, между каждым подходом. Если, конечно, вас беспокоит здоровье вашего сердца, здоровье ваших почек, это очень важно. Друзья, не забывайте, что кроссфит это порождение фитнес-индустрии именно в ее классическом бизнес-режиме. Кроссфит это чистый выкидыш бизнеса. И все, что направлено в кроссфите, не является какой-то новинкой. Кроссфит заимствовал абсолютно все из других видов спорта. Уплотнил это, сделал это более зрелищно. Но с точки зрения здоровья, я не говорю его укрепления, даже сохранение, это самое, что ни на есть, беспонтовщина, опасщина, глупость, дебилизм. Ни в коем случае не отдавайте своих детей, себя на кроссфит-растерзание. Следующий вопрос. Конфеты после тренировки также будут выбрасывать инсулин, кровь, как и фрукты. Конечно, будут выбрасывать, но, друзья, если вы уверены, что в этих конфетах нет трансжиров, то можно их принимать. Лучше вообще съесть тогда просто ложку-две сахара. Потому что в основном все конфеты сейчас выполняются, изготавливаются из низкокачественных, дешевых трансжиров. А что такое трансжир, я думаю, вам объяснять нужно. Это то вещество, которое, попадая в организм, сразу же откладывается под кожу. И вытащить его оттуда практически невозможно. Привет из Казани. Привет, Казани. Привет и всем остальным городам, которые нас смотрят. Так, что у нас следующее? Чем лучше завтракать? Мой любимый идеальный завтрак – это овсяная каша, перемешанная с творогом. И сразу же отвечаю на вопрос многих. Как же я говорю о том, что нельзя есть утром продукты с выбросом инсулина? Так вот, друзья, молочка тем и опасна, что выброс инсулина у нее после. Именно поэтому я не рекомендую есть ее на ночь. У нее заторможенный, отложенный эффект выброса инсулина. И наступает он через 40-45 минут. Поэтому утром можно есть. Я просыпаюсь, я сниму видео о своем утре специально для вас. Выпиваю стакан-два воды. Затем иду в ванную комнату, в туалет, умываюсь, делаю все, что нужно. Чищу язык, выхожу, делаю вакуум, свою гимнастику. И только после этого я завтракаю. Обычно это проходит иногда минут 30-40, потому что часто я еще хожу в бассейн в свой утренний режим. Мне это очень нравится. У меня он прям возле дома. Вот вы его видите здесь. Куча бассейнов. И вот такой у меня идеальный завтрак. Еще очень хороший завтрак это яйца. Тоже с какой-либо кашей. Гречка. Ни в коем случае не ешьте на завтрак быстрые углеводы. Белый рис тоже не подойдет. Извиняюсь, друзья, тут звонок поступил от партнера. Думаю, ответил на ваш вопрос. Так, следующий вопрос. Полезно ли для позвоночника делать выпрыгивание из низкого сета? Друзья, полезного в этом будет мало, но когда вы выйдете из острого режима боли, когда у вас пройдут боли, вы укрепите мышцы экстензиями, гиперэкстензиями, гимнастикой, которую я вам показывал. Можно и нужно будет делать выпрыгивание. И опасны не выпрыгивания, опасно спрыгивание. То есть прыгать в яму. А когда мы спрыгиваем с высокой опоры, получается как раз таки спрыгивание в яму. Поэтому нужно аккуратно сходить с опоры, на которую вы запрыгиваете. И желательно чередовать ноги. Сначала сходите левой ногой, затем сходите правой, чтобы не было перекоса. А сами по себе выпрыгивание очень хорошая вещь. Так, следующий вопрос. Привет из ОСЛА. И вам привет. Егор, можно ли заниматься при крепатуре? Конечно, можно и нужно. Но, друзья, крепатуру нужно убирать. Что такое крепатура? Крепатура это укорачивание мышц. Именно поэтому я настоятельно рекомендую. Выпустил уже статью и не одну. И часто в видеороликах говорю. Крепатура это очень опасная вещь с точки зрения, если ее не убирать. Смотрите, когда мы тренируемся, наши мышцы сокращаются, сокращаются. И на самом деле укорачиваются. Если мы им не придаем их эластичное, нормальное состояние, до тренировочное, то со временем они действительно укорачиваются. И чем это опасно? Это опасно тем, что любая удобная для вас нагрузка, которая была для вас привычной, может вызвать травму, серьезную травму. Поэтому, друзья, крепатура после тренинга это хорошо. Но вечером обязательно, каждый вечер, выполняйте растяжку на все тело, на все мышечные группы. Это очень и очень важно. Так, Диману привет передай, пожалуйста. Так ли сильно протеин нагружает печень? Так, не знаю, какому Диману. Я ни с какими Диманами не общаюсь. Протеин нагружает весь организм, если есть его очень и очень много. Поэтому, ну, 2 грамма на килограмм вполне достаточно. Не перебирайте с протеином. Нам, организму, важны все нутриенты. И белки, и жиры, и углеводы. В желе тело превратится в желе. Ну, наверное, это имеется в виду, если ешь в желе, превратишься в желе. Можно ли бегать натощак для похудения? Нет в этом смысла, друзья. Потому что все, что быстро теряется, еще быстрее возвращается. Превратите режим похудения не в процесс, который вы хотите ускорить и прийти к какому-то результату очень-очень быстро. Превратите это в вас образ жизни. Я вообще против бега, вы знаете. Если и бегать, то только интервально. 20 минут. Как это делать, смотрите в моих видео, статьях. Сам по себе монотонный долгий бег убивает коленные суставы. Бегать на голодный желудок, ну, это одно. Бегать с утра на голодный желудок, это очень плохо, потому что организм с утра не готов еще к таким нагрузкам, будет вредно для сердца. Вообще бег больше вреда приносит, чем пользы. Пусть это будет мое личное мнение. Хотите прислушивайтесь, хотите нет. Если не добрала углеводов в течение дня, то можно скушать вареную гречку вечером. Нет, лучше этого не делать, лучше съешьте белка, потому что углеводы вечером нам не нужны. А то, что вы иногда будете устраивать себе такие послабления в плане приема углеводов, это будет только вам на пользу. Потому что ночью выбросится больше гормона роста, вы сожжете больше жира и нарастите больше мышц. Помните об этом. Если, так, на этот только что ответили. Следующий вопрос у нас. Минимальное время отдыха. Имеется ввиду между подходами 30 секунд. Сколько белка надо, чтобы сохранить мышцы при похудении? Друзья, если в тренинге я могу давать конкретные рекомендации, и они подойдут абсолютному большинству, то питание это как раз таки то, что и является индивидуальным, и чем мы с вами отличаемся. Анатомия, физиология у нас у всех одинаковая. Биохимия с точки зрения процессов, как наши гормоны, как наша внутренняя среда реагирует на тот или иной раздражитель, тоже одинаковая. Но содержание тех или иных гормонов у нас у всех разное. И поэтому питание является как раз таки тем фактором, который определяет, отличает хорошего спортсмена от плохого. И нанимают сейчас себе тренеров, преимущественно профессионалы, я говорю, для того, чтобы грамотно составлять индивидуальный план питания. Обратите внимание, какие тренера сейчас самые лучшие. Это те, которые разбираются в нутрилогии, которые понимают, как и что, какой продукт, как действует на ваш организм. Но каждый продукт все равно будет действовать на каждого человека по-разному. И только вот такая работа в тандеме с тренером, с вашим диетологом будет приносить вам пользу. Помните об этом всегда. Так, следующий вопрос. У меня с отменой творога и молочки похудение сдвинулось с мертвой точки. Как раз последние упрямые килограммы. Да, друзья, я об этом чаще всего и говорю, что сначала разберитесь со своим питанием, уберите молочку. И вы сами увидите, насколько круто изменится ваш организм. Но не нужно убирать молочку, если вы не изменили свое отношение к тому, что вы едите. Понимаете, процесс похудения это настолько тонкий процесс, что нужно идти пошагово. Чем медленнее вы идете, чем медленнее организм избавляется от ненужного, тем лучше для вас. Потому что так организм будет всегда чувствовать себя комфортно, скажем так, чтобы вы все понимали. И не будет стресса, что тоже очень важно. И вы не будете возвращаться к тому, с чего начали, или еще даже к большему злу. Запомните, друзья, в похудении чем медленнее, тем лучше. Главное, чтобы процесс двигался. Привет, Егор. Дэн красавец, перебили рекорд. Да, если Железный мир не выпустит видео, то я на следующей неделе выпущу тоже видео. Дэн, кстати, уже выложил видео с своего рекорда установления. Он планировал сделать больше повторений, конечно. Но и одного повторения хватило сверх предыдущего рекорда, чтобы побить его. Так что, друзья, кому интересно, можете зайти на канал моего друга Дэни Монтана. Он так и называется. И посмотреть, как он приезжал ко мне в гости, в мой зал из Майами в Орландо. Устанавливать новый мировой рекорд Гиннеса в отжиманиях от брусьев с 45-килограммовым мешком на спине. Омега-3 или Омега-3,6,9. Друзья, мое личное мнение, что Омега-3,6,9 все-таки лучше, чем просто Омега-3. Но нужно рассматривать, из какого сырья было получено данное вещество. Это самый важный фактор. В первую очередь, обращайте внимание на это. Фермерская рыба была или это были рыбы, плавающие свободно в холодных морях. Только рыбы, которые выросли, жили в холодных морях, в холодных водах, в холодных океанах, являются качественным поставщиком жиров Омега-3. Вакуум. Сколько по времени? Друзья, столько, сколько можете. Делайте 3-4 подхода с перерывом в минуту между каждым подходиком. Но каждый раз старайтесь продержаться до максимума, до того, пока вам уже не станет плохо и вы не почувствуете, что теряете сознание от кислородного голодания. Можно ли делать читмил? Ну, я лично против читмилов. Изучайте мои статьи на моем сайте по питанию. Вечером бегать можно. Вечером нужно гулять 30-40 минут. В таком свободном темпе, чуть быстрее прогулочного. Уж не знаю, что больше понимаю. А, повлияло присед, аргинин, карнитин или еще около 20 видов спортивных порошков. Но процесс пошел. Друзья, пишите, пожалуйста, покороче, потому что здесь настолько... Сейчас все отражается от солнца, что очень сложно это все читать, чтобы отвечать на ваши вопросы. Так, следующий вопрос. Сколько восстановления после силовых тренировок? Около 8 повторений на ноги у девушек. Друзья, ну опять-таки, нужно смотреть на весь ваш сплит, на вашу тренировочную программу в недельном цикле, в месячном. Тренируетесь ли вы по периодизации? Здесь очень-очень много нюансов. И смотреть вообще на то, как вы, в принципе, тренируетесь. Сколько жиров нужно есть в день? Ну, минимум, должно быть минимум 15% от общего колоража. Это минимум. Но если вы понижаете углеводы, то количество жиров должно возрастать. Как набрать вес за счет мышц? Тренировать мышцы, есть и спать. Делать базу. О, я с ума сошел. Тот самый мой кумир. Пожалуйста, скажи. Лицо. Так, что-то я не понял вопроса, но ладно. Так, следующий вопрос. Что делать, если плохо растет масса? Я не поправляюсь, даже если питаюсь неправильно. Тренируюсь в силовом режиме. Силовые показатели растут. Питаюсь правильно, норму белка потребляю исправно. Но если вы говорите только о белке, то это уже говорит о том, что вы, наверное, неправильно подходите, в первую очередь, именно к питанию. Нужно получать обязательно, друзья, и жиры, и белки, и углеводы. Только тогда вы будете качественно набирать мышечную массу. Особенно, если вы делаете это с большим трудом. Я так понимаю, при массонаборе молочку можно не исключать. Конечно, друзья, главное знать, когда ее есть. Ни в коем случае не есть ее вечером. И крайне противопоказано вообще есть перед сном. А тем более молочку. Как? А, к примеру. Если последний прием пищи был в 18.00, после идет тренировка. И стоит ли после тренировки поднимать инсулин? Друзья, уже не раз отвечал на это. Обязательно, во сколько бы не закончилась ваша тренировка, хоть в 12 часов ночи, крайне важно сразу поднять инсулин. Потому что пока вы сделаете заминку, сходите в душ, приедете домой, пройдет определенное время, и гормон роста вечером все равно ночью после засыпания выбросится. Но после тренировки очень важно поднять инсулин. Так, друзья, давайте будем заканчивать еще пару вопросов. Сколько в среднем нужно проводить сушку, чтобы согнать 10% жира? Друзья, ну все зависит от исходных ваших вариантов. Понимаете? Если у вас очень много жира, то в принципе, когда вы начнете все делать грамотно, питаться, тренироваться, он начнет сходить очень быстро. Если у вас не очень много жира, то это будет сложнее. Не стоит зацикливаться на времени. Не спешите, делайте все грамотно, пошагово. Только тогда организм скажет вам спасибо, только тогда организм будет идти вам навстречу, не будет вставлять палки в колеса. Понимаете это? Наладьте свое питание, свой сон, грамотный тренинг. Исключите классическое кардио. Исключайте любой мусор из вашей еды. Пейте больше воды, чистой воды. Не чай с кофе. Итак, следующий вопрос, и на нем закончим, друзья. Здравствуйте, как вы относитесь к САРМ типа Ибутамуран или РАД-140? Друзья, никак, я не знаю, не использовал их никогда. Поэтому давайте еще один вопросик возьмем. Каким тренировочным режимом лучше понижать инсулинорезистентность? Друзья, понижать ее нужно именно питанием. Во-первых, исключайте классическое кардио сразу, если у вас высокая инсулинорезистентность. Сразу после тренировки ешьте быстрые углеводы. Уберите все быстрые углеводы в течение суток. То есть едите быстрые углеводы один раз, только после тренировки, сразу, еще до заминки. Во все остальное время кушаете только медленные, качественные углеводы. Это очень и очень важно. И это относится и к ягодам, и к фруктам. Только, друзья, после тренировки. Ну что, буду на этом заканчивать, друзья. Все, кто не успел посмотреть это видео, не переживаем, не расстраиваемся. Потому что, как вы знаете, все свои видеоролики, которые я веду в прямом эфире, я потом выкладываю и в инстаграме. Так что, друзья, не в инстаграме, вернее, а все ролики, которые я веду в прямом эфире в инстаграм, потом выкладываются и в ютуб. Если я не ответил на какой-то ваш вопрос, приношу прощение. И пишите его, если он для вас действительно очень важен, в комментариях ВКонтакте, здесь, а лучше на моем канале YouTube Heavy Metal Gym. На все вопросы я обязательно отвечаю, вы все это знаете. Так что, друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо за ваши вопросы. Тренируйтесь, грамотно питайтесь, восстанавливайтесь. Что самое главное, относитесь очень серьезно к отношению именно питания, восстановления-тренинг. Чтобы грамотно, без вреда для здоровья, проходил весь этот процесс, вы должны строить свои тренировки относительно ваших возможностей в восстановлении и в питании. Но никак не наоборот. Если вы тяжело тренируетесь, но не высыпаетесь и неграмотно питаетесь, это принесет вам только вред, разочарование и никакого удовлетворения. Соотносите ваши тренировки именно с вашими возможностями в питании и восстановлении. Надеюсь, данный ролик был вам полезен. Пишите в комментариях, да или нет. Если интересны такие режимы, если вы хотите, чтобы мы с вами чаще общались в прямом эфире, обязательно ставьте лайк. Если вам не нравится такой формат, ставьте дизлайк. Друзья, с уважением к вам. Всем пока и сухой мышечной массы без травм. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok